Друзья, приветствую! Прекрасен наш союз, Алексей Азаров, и я сегодня к вам не с пустыми руками, так сказать, с полными позитива. Я выпустил как-то в апреле ролик, или в марте, ролик о том, что нельзя покупать русским недвижимость в Италии. На тот момент, когда началось это безобразие, действительно все было в такой непонятной атмосфере. Сейчас ситуация улучшается, вы можете ко мне обращаться, и мы потихонечку с каждым клиентом индивидуально будем решать, потому что не как раньше был нон-стоп такой, сейчас все аккуратно. Спасибо, кстати, вам, наши дорогие подписчики, которые указали мне, что Алексей, смотрите, там уже работают, там работают с русскими и проводят сделки. Я удивился, начал этот вопрос поднимать. Клиенты даже, которые писали про это, они сейчас находятся от Самарема, тоже большое спасибо, могут смотреть недвижимость и оформлять сделку. Поэтому большое спасибо за бдительность, потому что я до конца ролик у меня был и всех уверял, что нельзя купить. В общем, сейчас покупка реально. Условия расскажу поверхностные, потому что лучше все писать не в личку. Обязательно вы не должны быть в 700 листах черного списка, который есть. Черный список, кто не может покупать. Потом обязательно документы о любом легальном происхождении денежных средств. То есть ваши паспорта, чтобы посмотреть и пробить вашу личность. Документы, которые говорят о том, что деньги добыты легальным путем. Из России, Украины, Белоруссии нельзя приводить, так как вы не резидент, а денежные средства сюда непосредственно в Италии, в Евросоюз. По крайней мере, я знаю, опять-таки поправьте меня. И поэтому транши будут сделаны из любых Содружественных стран. Это Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Турция и так далее. То есть с этих расчетных счетов вы можете оплачивать с дел. Кому данная информация понравилась, пишите мне. Будем оформлять сделки. Что касается граждан Украины, то же самое. Только одна загвоздка о том, что вы получите ННН, то есть русские граждане из России могут получить ННН без проблем. Граждане, по крайней мере, сейчас Украины, чтобы получить ННН, должны получить временное убежище здесь. И богатых людей, по крайней мере, в основном, кто к нам обращается, это не устраивает. Ну, то есть никто не хочет получать. А ведь нажить просто хотят купить. Вот. Здесь тоже все это решается, но очень медленно, как бы, и медленно решается, но решается. Вот. Поэтому, кому интересна именно покупка, пишите. И потихонечку будем вам помогать и идти на встречу к известному будущему. Пока.